всем привет не знаю ни одного человека который бы отказался от вкусного мясного домашнего рулета думаете сложно вы ошибаетесь а такой рулет можно и в мир и в пир ну что поехали для приготовления мы взяли филейную часть свинины рекомендую брать с кусочком сала потому что без сала наш рулет может получиться сухим разрезаем кусок напополам но не до конца раскрываем как книжку переворачиваем кусок мяса и с двух сторон также делаем такие же самые надрезы в итоге у нас должен получиться длинный пласт мяса накрываем чистым сухим пакетом и будем отбивать мясо когда мясо подготовлено время приступить к маринаду очищаем две головки чеснока натираем на мелкой терке в идеале конечно можно использовать чеснокодавку отправляем туда соевый соус не меньше чем 6 столовых ложек чем больше тем лучше туда же отправляем две чайные ложки с хорошей горкой горчицы обычной пищевой тщательно все перемешиваем по желанию добавляем любимую приправу у меня это приправа для мяса все перемешиваем и натираем кусок мяса с двух сторон вот так да вот так вот так Продолжение следует... Добавляем 2 чайные ложки горчицы в зернах. Это придаст некую пикантность, рулету и красоту на разрезе. Для сочности добавим майонеза не меньше, чем 3 столовые ложки. Тщательно смазываем рулет с внутренней стороны. Очень хорошо сочетается в этом рулете любая зелень. В нашем случае я решила добавить замороженный бузилик. Но для того, чтобы наш рулет сохранял свою форму после запекания, на внутреннюю сторону рулета мы посыпем желатин. Я взяла желатин быстрорастворимый. На все про все должно уйти в районе 3-4 столовых ложек. Для того, чтобы наш рулет красиво смотрелся на разрезе, я посредине выложу кусочки сала. Теперь пришло время сворачивать наш рулет. Возьму обычные нитки яркого цвета. Так мне будет потом легче их найти на рулете. Плотно заворачиваю. Плотно заворачиваю. Фиксирую мясной рулет при помощи ниток. Запекаться он будет в фольге на противне. Плотно заворачиваю. Даем промариноваться рулету 3 часа. Запекаем при температуре 190 градусов 1 час. Через час я рулет достала. Сейчас нам нужно разрезать верхний слой фольги, чтобы запеклась верхняя часть мяса. Запекаем еще полчаса. С готового рулета снимаем нитки, обмазываем соком сверху. Все можно нарезать порционно. Вот такая вкуснятина получилась. Всем приятного аппетита! Продолжение следует... Продолжение следует...